В 2015 году по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева в регионе была введена единая транспортная карта «Стрелка». Сегодня ею пользуются большая часть жителей Подмосковья. Система избавила людей от надобности иметь при себе разменные наличные, чтобы оплатить проезд. Достаточно приобрести карту, которая стоит 200 рублей, и пополнять с помощью электронного платежа или в кассах МОС-Трансавта. При первичной покупке карты 120 рублей уже поступят на счет держателя. У меня сама пополняется через Сбербанк. Очень удобно. Приобрести карту «Стрелка» можно в отделениях Сбербанка через мобильное приложение или на автостанции Расторгуева, где вам ее тут же пополнят и выдадут на руки. Я думаю, это весьма удобно, так как пункт выдачи считаю. Я считаю, что удобно. Но только если такие проблемы бывают, что просто карточек нет, вот это вот проблематично. Это вот как раз такая проблема года три назад была. Ну так, в принципе, удобно, я считаю. Сегодня система отлажена до совершенства. Проблем с приобретением, пополнением и оплатой нет. Когда три года назад создавалась карта «Стрелка», основной целью было сократить расходы жителей Подмосковья на проезд по региону. Сейчас стоимость первых десяти поездок составляет 32 рубля, а максимальная скидка достигает 35%. В то время как за билет при наличном расчете придется отдать почти 50 рублей. Очень выгодно использовать карту «Стрелка» нашим студентам. То есть 32,92 пополам – это будет первая поездка для студента. И после 30-й поездки стоимость проезда вообще 32 копейки. То есть для пассажиров это, конечно, очень выгодно. Экономия большая. В месяц уходит где-то тысяча рублей. При условии того, что я каждый день в Москву еще езжу. С начала этого года проезд можно оплатить не только картой «Стрелка», но и банковской картой, если она подключена к системе беспроводной оплаты. Для этого просто также необходимо приложить эту карту к системе, и водитель считает деньги. Проезд по банковской карте также будет льготным. Все эти нововведения – следствие продуктивной и слаженной работы областного правительства и муниципальной власти. Юлия Погосян, Владимир Бижонов, Ольга Садовская, Видное ТВ.